Всем привет! В одном из своих предыдущих роликов я освещал современные достижения науки в вопросах биологического бессмертия. Если не видели, посмотрите обязательно. Ну и конечно возникли вопросы о перенаселении. Давайте попробуем разобраться, какое население способно жить на планете Земля и так ли на самом деле страшно перенаселение. Сразу спойлер, гораздо страшнее, чем вам кажется. Итак, поехали! Для начала скажу, что я не преследую цель кого-либо убедить или разубедить. И сразу скажу, я не верю в то, что американским фермерам платят дотации, чтобы они не производили много пшена. Я просто основываюсь на фактах. Если у вас имеются контрфакты, то буду рад пообщаться в комментариях. Когда говорят о перенаселении, то чаще всего первая возникающая мысль о недостатке пищи и пресной воды. Давайте для начала посмотрим на проблему с этой стороны. Земля на 75% покрыта водой, 2,5% из этой воды пресная, 1,5% из общих запасов воды в шапках Арктики либо Антарктики или в трудонаступных местах, например, на вершине Гималаев в виде снега. Итого людям остается 1% в виде доступной пресной голубой жидкости. На данный момент из него мы используем примерно половину. В мае 2019 года оселение Земли достигло 7,7 миллиардов человек и у 4 из 10 нет доступа к достаточному количеству пресной воды. Многим из них не то, что помыться, даже пить порой нечего. В Африке вооруженные конфликты из-за воды обычное дело и проблема не ограничивается бедными странами. Даже стран с достаточным уровнем дохода, такие как Мексика или Бразилия, а ВВП Бразилии больше, чем Великобритании, испытывают недостаток пресной воды. Но все же человечество использует порядка 50% доступной воды, а значит еще есть куда двигаться. С продуктами все немного сложнее. На данный момент мы вроде не голодаем, а вот Африка голодает. Проблема Африки не только в отстало технологии, но и сельскохозяйственный потенциал почвы там слишком низок. По мнению специалистов НАСА из Центра космических полетов имени Годдарда, на данный момент мы, человечество, обрабатываем почти всю доступную плодородную почву с высоким сельскохозяйственным потенциалом. И опять же на первый взгляд вроде бы ничего страшного. Ну не все, а почти всю, а там еще генетики поднапрягутся, новые кабачки придумают, освоят не столь плодородную почву и так далее. И все же это не более чем размышления, но один профессор пошел гораздо дальше. А именно Уильям Рис стоял у истоков организации, ныне известная как глобальная сеть следа Global Footprint Network. Эта организация, основанная в 2003 году, занимается изучением соотношения потребления ресурсов и их возобновления в более чем в 200 странах, в том числе и России. Данные собираются примерно из 15 тысяч источников информации для каждой страны. И вот до чего ученые додумались за это время. В экологии существует такое понятие, как ассимилирующая способность. Оно обозначает размер популяции, который может прокормить данная среда. Можно применить это понятие к человечеству в целом и планете Земля целиком. Группа ученых во главе с профессором Уильямом Рисом пришла к выводу, что для человека ассимилирующая способность работает не так, как для животных. Для начала это разные уровни потребления. Если бы люди на всей планете потребляли одинаковое количество ресурсов, то расчеты были бы проще. Но мы этого не делаем. Несмотря на это можно прикинуть такую величину, как продуктивная биоемкость Земли. Сейчас расшифруем. Мы с вами люди привыкли не только кушать и пить водичку. Нам еще нужно очень много чего. Дерево для строительства и бумаги, хлопок для одежды, электроника для удобства, место куда я буду справлять нужду и выбрасывать мусор и так далее. И для всего этого мне требуется пространство. Так вот, биоемкость Земли это такое количество ресурсов, которые сможет произвести и переработать планета. А если мы разделим биоемкость на потребность среднего человека, то можем получить размер популяции. Уильям Рис почитал площадь, необходимую среднему человеку для его обычной жизни. Это примерно 2,8 гектара. Эту величину он назвал глобальный гектар. Глобальный гектар это ежегодный объем мирового биологического производства для использования человеком и усвоения человеческих отходов, приходящихся на гектар биологически продуктивных земель и рыбных запасов. И эта величина оказалась просто до жути разной для разных стран, так как жители разных стран потребляют различное количество ресурсов. Так, например, среднему жителю России для удовлетворения всех потребностей требуется 5,7 гектара, для американца 8,22, а для жителя Гаити всего лишь 0,61. Итого, если заселить землю гаитянцами, то получим максимальное население при текущем уровне технологии 20 миллиардов человек, чуть больше 2 миллиардов россиян или полтора миллиарда американцев. А как же с текущим населением и потреблением? И оказывается, мы давно перешагнули пределы допустимого. Мы потребляем ресурсов больше, чем земля производит, загрязняем быстрее, чем перерабатываем, ловим рыбы больше, чем успевает вылупиться, выделяем углерода больше, чем деревья успевают превратить в кислород. Мы живем в долг. Мы берем в долг у планеты, постепенно превращая ее во все менее пригодную для жизни, тем самым снижая ее биоемкость, что только увеличивает скорость накопления долга. Но это не фантастика, это уже наступило. По мнению глобальной сети следа, в долг земляне начали жить примерно в 1987 году. Это был первый год, когда отходов было произведено больше, чем земля способна переработать. С тех пор некоторые экологи отмечают день экологического долга, символическая дата в году, когда мы полностью исчерпали ресурсы этого календарного года и оставшуюся часть года будем жить в долг. Например, в 2019 это дата 29 июля. Так как этот ролик выходит позже, то мы с вами весь остаток года живем в долг. Давайте представим, что мы летим на космическом корабле с источником энергии, которого хватит не на одну тысячу лет. Корабль рассчитан на экипаж из 100 человек. Именно для этого количества спроектированы фермы гидропоники, системы очистки воды и кислорода. Для экстренных случаев предусмотрены неприкосновенные запасы пищи и воды, а также резервуары под мусор и биомусор, который не успевает переработаться в осечных станциях. И вот вместо 100 человек на корабле почему-то оказалось 177. Понятно, что им тоже хочется кушать и какать. Продукты для них мы берем из неприкосновенных запасов, а результаты их жизнедеятельности пакуем в резервуары. Рано или поздно наступит момент, когда запасы кончатся, а резервуары переполнятся. И что тогда? Капитан не может не видеть проблемы. Но какие меры он предпримет, вот в чем главный вопрос. Наша Земля – это тоже космический корабль, и его продуктивность ограничена. При нынешнем среднем уровне потребления производить и перерабатывать она может только для 4,4 миллиарда человек, а нас уже 7,7, что в 1,77 раз выше, чем Земля сможет себе позволить. Отсюда и пришло число членов экипажа 177. За 7 минут, которые прошли с начала этого ролика, родилось примерно 1800 человек, а умерло 730. Прирост в 1070 человек, которым нужно есть, пить и справлять свои нужды за счет площади Земли, которой уже и так не хватает. Так что вопрос о предстоящем перенаселении в научном мире уже не стоит. Перенаселение уже наступило в 1987 году, когда Земля перестала обеспечивать человечество способностью к переработке его отходов. А теперь к интересностям. Мы своем перенаселении не замечаем. Популяция стран постсоветского пространства в целом постепенно снижается. Да и территории у нас хватает. Нам не нужно думать о перенаселении, а скорее наоборот. Но так происходит не во всем мире. Самый интересный метод регулирования рождаемости производили в странах с самым большим населением. Начнем с Китая. В 1971 году, почти 50 лет назад, созрел и был введен в действие знаменитый закон «Одна семья, один ребенок», который действует по сей день, хотя в настоящее время немного в более ослабленной форме. Штраф за второго ребенка достигал колоссальной суммы примерно в 6 годовых заработков. Причиной такого закона невероятно просты и ужасны – голод. По статистике, если бы не этот закон, в Китае жило бы на 400 миллионов людей больше. Это примерно в 3 раза больше населения всей России. Еще более невероятные методики применялись в Индии. В 70-х годах по всей стране устраивались так называемые фестивали, в которых всем желающим делали вазектомию за небольшое вознаграждение. За неделю в среднем кастрировали более 80 тысяч человек. Но обычно такое велись только мужчины с большим количеством детей. Тогда в Индии начали применяться более строгие меры. Так в 77 году Индира Ганди запустила ужасную программу единого наказания за все преступления. К любому наказанию прибавлялась еще одно – стерилизация. Кастрировали даже за проезд в общественном транспорте без билета. Благодаря этой программе вазектомии только за 77-й год подверглись более 8 миллионов человек. Вот такие дела. Вы говорите, перенаселение не страшная штука. Расскажите это индусам. На этом у меня все. Экономьте электричество, ставьте лайк, если понравилось, и расскажите, что об этом думаете в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!